приветствую всех на канале пчеловодство и природа идут вот такие небольшие облеты постоянно на пасеке это молодые пчелки облетываются сегодня 23 августа у нас я провожу подкормку и закормку пчел предыдущем видео я рассказывал как я это делаю с применением касс 81 ну и сейчас посмотрим две-три семьи какое состояние на сегодняшний день семей значит начинал я подкормку где-то грамм по 300 давал такое среднее между подкормка и закормкой потому что когда подкармливают достаточно и 200 150 грамм день давать вот где-то полторы недели я по 300 грамм давал и несколько дней уже даю грамм по 400 семьи сокращенные приблизительно до 8 рамок плюс минус там вот и посмотрим пройдем я на всякий случай развел дымать так ну давайте посмотрим вот эту семью не самая не самая сильная семья дело в том что не все семьи забирают вот эти забрали вчера давал вечером 400 грамм эти забрали посмотрим что как они там складывают что у них там делается сегодняшний день вот пчел немного тут видно пчел немного моль постоянно бегает приходится давить так крайняя рамка такая вот залито залито ну не сказать что это мед это скорее сироп которые вот они еще не запечатали по чуть-чуть по чуть-чуть они его добавляют перерабатывают высушивают превращают себе в зимний корм так тут видно вот что интересно выходит расплод вот видно тогда остатки выходящего расплода и место где от расплода они забивают тоже вот этим сиропом который я даю здесь полностью все сиропом вот здесь вверх видно такая кромка пчел вот они работают подпечатывают и вниз 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 вот видно четко что пчелки там работают вторая рамочка ну это вот 2 что медовая так тут что делается 3 рамка то же самое ну тут немножко есть расплода еще в центральной части здесь тоже все они полностью залили видно с этой стороны тоже чуть расплода заливают подливают они так тут что тут потяжелее рамочка то же самое вот бегает с пальцой пчелка не знает куда положить везде все залито сиропом она бегает куда куда сложить вот вот это залито сиропом здесь тоже видно кромочку вот как подпечатают челки печатают печатают и здесь расплод хорошо и с этой стороны тоже с этой стороны вот перги наносили все перги так дальше вот эта рамочка отличная также читай центр гнезда тут расплод в основном расплод ну то же самое вот здесь подливают подливают и работают видно вот по кромке везде работают подпечатают вниз 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 сгоняют расход он и маточка ходит на расплоде правильно маточку сейчас зажимают потому что все свободное пространство они заливают вот маточка так следующая рамочка есть в общем то немного расплода есть не так чтобы много есть тут чуть-чуть расплода то же самое везде все свободное пространство они заливаются этой стороны расплод выходит там маточка засеяла так следующее следующее там весна есть расходы нет тут уже полностью все тюрьме вот такое не немного я бы сказал что маловато по расплоду но когда я закончу закормку какое-то место я им все-таки еще оставлю для того чтобы маточка сеяла и я думаю что она еще немножко до зимы что-то подсеет но это не самая вы сильная семья есть семьи может немножко послабее и есть посильнее приблизительно эта семья такая так пойдем дальше посмотрим вот эту семья тут чуть чуть побольше сразу видно чтоб чуть побольше рамок раз два три 4 5 6 7 8 ну 8 до среднем где-то так я оставлял может где-то 9 а то в основном по 8 так сироп забрали прополюсовываются полюсовали везде вот сразу разница видно семья посильнее и насколько они лучше работают вот эта рамка полностью вот уже запечатано с этой стороны крайне и с этой стороны запечатан вот что значит посильнее семья так смотрим вот вторая рамочка там немножко расплода вижу так все залили полностью вот сиропом залили немножко не допить все тут тоже залито сиропом подпечатают еще и все порядок так здесь что следующие так тоже самое заливают сиропом тут заливают сиропом тут немножко немножко перги успели занести тут выходит расплод и вокруг везде сиропом заливают тут работают сверху работают подпечатывают следующее так вот такой расплод отличный расплодик ну рамка свежая тут они не до конца поэтому ее еще тут такой расплод рамка свежая тянутая на ней они не полностью не до конца так то же самое значит он маточка бегает убежала маточка то же самое тут расплод выходит и не подливают вот тут сколько расплода есть червячки так дальше чем побольше конечно здесь чувствуется вот расплода сколько расплод и где свободное место везде подливают то же самое расплод предпоследний он тут уже все тут пиргой начале пиргой и здесь подливаются ну все вот такое состояние этой семьи посмотрим еще одну семью на украинскую рамку моль бегает почти в каждом улье где-то то там то там по щелкам прячется поэтому приходится вылавливать так тут сколько рамок раз два три четыре пять шесть семь восемь девять здесь 9 рамочек кормушка вот такая тут у пустая пчелки там он работают на ней но уже пустая так последняя рамочка смотрим с этой стороны больше половины запечатали здесь залили сиропом тут сиропом тоже внизу все залито так дальше тут тоже самая тяжелая рамочка он залито сиропом ну и по чуть-чуть подпечатают отличное 2 отличных рамочки эти они скорее допечатают через некоторое время их можно оставлять от средние какие-то уберем на зиму еще так тут интересно вот по центру не внизу расплод а по центру по центру рамки это не есть хорошо надо чтобы расплод в конце концов оказался в самом низу а здесь сверху они его согнали вниз это то же я рассказывал когда-то бывает так когда открытый верхний и нижний леток период подготовки к зимовке так следующее тоже самое немножко расплода остальное заливают же самая рамочка ничего я верхние литки уже везде закрыл и по чуть-чуть подкормка то они по чуть-чуть начнут смещать расплод вниз то же самое вот по центру расплод и все заливают то же самое тут такой пятачок расплода тут тоже самое такой же расплод приблизительно сколько же тут вы вышел расплод маточка засевает молодые пчелки ходят тут расплод то же самое расплод вышел от молодые пчелки везде ходят и маточка там засеял это здесь а вот еще выходит расплод чуть-чуть осталось так то же самое тут чуть-чуть еще остался расплод здесь вышел и маточка засеяла червячки ну на сегодняшний день в принципе неплохо неплохо так тут тоже самое расплод выходит но главное больше пергой забивают немножко немножко тут сироп а то в основном пергой так с этой стороны а с этой стороны в основном сироп вот такое состояние семей на сегодняшний день пишите комментарии пока